Вот такой России мы никогда не видели. Ее надо еще строить, а надо ее придумывать. А если это интереснее книга, зачем делить ее на части? Я не доведу свою историю до Путина, я свою историю закончил в 1917 году. Мы сейчас, по моему счету, живем в российском государстве номер 6. Ну получается, что мы находимся в таком вечном историческом тупике. Доброго времени суток. Это Николай Усков и Форбс Карантин. Говорят, что те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. Но так было не всегда. Очки появились в Италии в конце 13 века и кратно продлили интеллектуальную жизнь. Это изобретение было не хуже и не менее важно, чем открытие колеса. Мы все еще живем во времени очкариков, ну или тех, кто носит контактные линзы. В эпоху цифровизации многие говорят о конце книг. Пандемия нанесла сильный удар по книжной торговле. Что ждет книгу в ближайшем будущем? Об этом поговорим сегодня. Наши спикеры сегодня. Писатель Борис Акунин. Генеральный директор Российской государственной библиотеки, бывшей Ленинке, Вадим Дуда. Генеральный директор Storytale, Борис Макаренко. Как вы пережили коронавирусную инфекцию? Какие у вас ощущения, как у художника? В русской литературе, начиная с Пушкина, есть некая традиция осмысления больших болезней. Ходра хуже холеры, говорил Александр Сергеевич Пушкин. У вас появилось какое-то художественное видение того, что с нами случилось? Нет, художественное видение у меня не получилось. Не появилось, я только как-то подумал, что человечество несколько глупее, чем мне казалось. Несколько более, еще более инфантильное, чем мне казалось в связи со всей этой историей. А что касается лично меня, то я как все, думаю, как все пишущие люди, никогда столько не работал, как во время карантина, просто потому, что не на что было особенно отвлекаться. Вот, я думаю, что мы все примерно так себя вели в этой ситуации. А когда вы говорите про глупости и инфантилизм, вы что имеете в виду? Ну, дети очень любят всего пугаться, очень любят себя запугивать. Вот, и во время этой серьезной проблемы, ну, прямо скажем, не испанки, не холеры и не чумы, вот, все запугали себя до такой степени, что у меня такое ощущение, что плата за борьбу с эпидемией дороже, чем вред от самой эпидемии. Вот, в том числе и совершенно медицинский, потому что последствия медицинские вот этого карантина будут очень тяжелыми, они уже тяжелые. До такой степени вся медицина и все силы были брошены на борьбу с коронавирусом, что запустили огромное количество хронических заболеваний. Вот, отменены миллионы операций, миллионы медицинских проверок. Вот, все это выльется в большие потери в человеческих жизнях, на здоровье и так далее. Вы чувствуете, что начинается некое отрезвление после этой паники? Отрезвления нет, усталость, да, и это тоже нехорошо, потому что в этом, опять-таки, есть инфантилизм. Многие люди начинают вести себя как дети с отменой карантина, так сказать, они вроде как сходят с ума. Я был в Лондоне в первый вечер, когда открыли пабы и рестораны в Сохо, ну, это был просто ужас. Ну, взрослые люди там все обнимаются, целуются, ну, так тоже нельзя, да. Взрослый человек всегда ведет себя адекватно, соответственно, ситуации. Он не впадает в панику и он не игнорирует опасности. Нужно держаться в какой-то нормальной средней линии. Вот этого как-то мне во всей этой истории не хватило. Вы только что выпустили вашу новую книгу «Просто масса», да, причем и в электронном виде, и в печатном, традиционном. Вы работали над ней во время пандемии или она была уже закончена? Нет, как говорится, просто повезло. Нет, я писал ее заранее, она была готова. Она писалась первоначально в новом для меня формате, как аудиосериал. То есть я писал, это такой как бы звук и текст. Я весь этот текст старательно по многу раз каждую фразу проговаривал, чтобы она правильно звучала. Значит, Storytel ее очень хорошо подготовил. Там много музыки. Там песни, которые вплетены в текст, значит, там замечательно поют джазовые песни Анна Чаповская. Там, поскольку там действуют отчасти казаки, там поют замечательный ансамбль «Казачий круг». Вот там есть замечательная японская певица Ичиго Тануки, которая там тоже поет. Потом вышла бумажная книжка, которая использует все возможности, все достоинства бумажной книги. Она просто очень красивая. Она сделана, как японская лаковая шкатулка, обложка. И внутри много-много иллюстраций, позволяющие увидеть Японию, какой она была на самом деле. А последняя вышла электронная версия. Она самая из них, что ли, навороченная. Потому что я, используя возможности электронной среды, ввел туда множество дополнительной информации. Большое количество авторских комментариев, сносок, тоже иллюстраций, того-сего. То есть как бы была отдельная работа. Я, например, думаю, что человек, который прочитал там бумажную книжку или прослушал аудиокнигу, Ну, ему будет интересно почитать и мои комментарии к этому, что ли, тексту. Так что, в общем, поскольку вообще читательская аудитория сейчас разделяется на три вот этих класса. Бумажная, электронная и аудио. Ну, мы, литераторы, должны использовать возможности каждого из этих ресурсов. Так мне кажется. А вы накопили какую-то статистику? Как у вас те или иные варианты идут? Я все время за ней слежу. Я все время за ней слежу. Понятно, тенденция такая, что бумажная аудитория понижается пропорционально. Вот просто масса — это первый роман, в котором у меня бумажных читателей будет, я уже это вижу по цифрам, меньше, чем электронных и даже чем аудио. Потому что аудиочтение растет невероятно. Во всяком случае, вот в моем секторе, в секторе моих читателей. Потому что это люди, которые много времени проводят в транспорте, да, с телефоном удобно слушать. Это люди, которые много там, я не знаю, занимаются спортом, тоже можно слушать. Вот это женщины, которые занимаются какой-то домашней работой и в это время могут слушать. Вот это все очень важные и как бы перспективные секторы читательского романа. На самом деле, вы были инициатором этих экспериментов или вам кто-то подсказал, то есть как вы к этому пришли? Потому что я помню, что с самого начала вы очень серьезно относились к подаче ваших произведений. Да, это всегда была интересная обложка, это были иллюстрации, которые вообще из других книг почти сразу исчезли, да, как только, так сказать, главным стала цена. Вы всегда очень внимательно относились к тому, как вы подаете то или иное произведение. В конечном итоге, вот эти эксперименты с аудио, видео форматами, с электронными форматами, они идут от вас или от идеи, которую сформулировали издатели ваши? Ну, я давно с этим работаю, я давно убеждаю своих издателей по всем трем вот этим направлениям, что им не нужно бояться друг друга. Они не конкуренты между собой, они поддерживают друг друга. Выход электронной книги толкает бумажную книгу, выход бумажной книги толкает электронные продажи и так далее. В данном конкретном случае инициатива исходила из Storytel, который уже один раз успешно провел эксперимент с аудиосериалом с романом Дмитрия Глуховского. И захотел это дело повторить. Вот, когда они на меня вышли, мне сначала эта идея не понравилась, потому что аудиосериал мне показался странным. Если это интереснее книга, зачем делить ее на части? Меня бы это раздражало. Почему я должен ждать, пока выйдет следующая серия? Вот, потом я стал относиться к этому несколько иначе, еще и потому, что это был у нас эксперимент. Когда мы выпускали этот аудиосериал фрагментами с интервалом в одну неделю, у нас была возможность по ходу дела что-то поправить. Это было живое дело, да? Мы смотрели, как это происходит. Это все было для нас вновь. Вот, но потом, если ты не хочешь по частям, ну дождись, пока все выйдет и прочтешь тогда, послушаешь тогда. Борис, недавно Борис Акунин выпустил у вас вместе с вами сериал «Просто масса». Вы довольны сотрудничеством? Вы знаете, это, наверное… Во-первых, да, очень доволен, потому что Борис Акунин невероятно талантливый, безумно харизматичный и интересный писатель. И сама книга, на самом деле, для меня лично это был некий возврат к такому старому доброму Фандорину и продолжение Фандорина, возвращение в тот мир. Это было безумно интересно, и, конечно, было безумно интересно работать с Борисом Акуниным, потому что он невероятно креативен, и он подсказывал на всем пути, да, у него было такое собственное очень сильное видение, каким должен быть этот сериал, и он очень сильно помогал нам в формировании представлений, как его представить читателю, слушателю. А как соотносятся аудиосериалы и аудиокниги вообще? Сериал — это определенные правила. Правила какие? Потому что, когда вы создаете аудиосериал, вы в первую очередь думаете о слушателе. Не то, как это будет читаться на бумаге или как это будет смотреться по телевизору, а именно о слушателе. Есть определенные правила, такие как большое количество диалогов, не очень большое количество авторского текста, много экшена, большое движение. Обязательно должно быть, как по правилам хорошего сериала, каждая серия, она должна завершать какое-то действие, но в то же время кидать крючок на следующую серию, чтобы слушателю всегда было интересно продолжать. И очень здорово, что действительно такие имена, как Дмитрий Глуховский, Борис Акунин, они услышали, и для них это был собственный внутренний вызов, каким образом заинтересовать слушателя. И это, ну, я еще раз повторю, это было феноменальное для нас сотрудничество и партнерство, и мы его будем, конечно же, я надеюсь, продолжать. Аудиокниги сегодня занимают не очень большой сегмент книжнего рынка, полтора процента. Какие перспективы, как вы считаете? Знаете, я человек как-то идейный, очень сильно. Я еще 10 лет назад сказал, что за аудиорынком огромное будущее. Для меня, по нескольким причинам, аудиорынок ни с кем не конкурирует. Вот смотрите, когда вы читаете книгу, вы находитесь в таком статичном положении. И в этот момент у вас достаточно много других интересов и соблазнов. Компьютер, телевизор, телефон, все что угодно. А когда вы слушаете аудиокнигу, вы всегда ее делаете параллельно с каким-то действием. Вы идете на работу, едете в метро, едете на машине, вы занимаетесь спортом, вы занимаетесь домашними делами. У вас нет других отвлечений, которые могут вам препятствовать слушать аудиокнигу. И именно поэтому я верю, что аудиорынок, аудиокнига займет, может быть, в горизонте 5 лет не 3%, как оценивают, а вплоть до 10% от всего книжного рынка аудиокниги займут. На чем базируется ваш оптимизм? На нескольких параметрах. С одной стороны, вера, глубокая вера в это. А во-вторых, мы можем посмотреть динамику в других странах. И динамика, когда рынок книг стагнирует, либо падает, либо растет совсем немного, а рынок аудиокниг чуть ли не удваивается каждый год. Только примерно, по-моему, если не ошибаюсь, около 65% проникновения смартфонов. То есть, проникновение смартфонов будет продолжаться. Во-вторых, нужен хороший интернет. И опять, около 70% людей только обеспечено качественным интернетом. И эта доля будет увеличиваться. В-третьих, это будет более доступно. И сейчас очень мощный тренд идет на саморазвитие. Люди очень внимательно относятся к тому, каким ты будешь завтра. То есть, тебе хочется узнать больше, прочитать больше, стать лучшей из версии самого себя. И аудиокниги, аудиоприложения, они как раз идеальные, как инструменты для саморазвития. Книги придут к тому, что они будут 10, а может быть и 15, и 20 аудиокниги. 15% книжного рынка. Ну, говорят даже про 40% в перспективе. Я верю. Я честно верю. Я очень благодатный почву для того, чтобы сказать. Что за история со Storytel Hub? Это сам издат такой 21 века? Нет, боже упаси. Это ни в коем случае не сам издат. Для меня это некая демократизация процесса попадания на площадку. На самом деле, аудиокниги, особенно по подписной модели, подписка, как вот сам по себе сервис, это очень удобная и благодарная площадка для любого автора. Почему? Потому что если автор не понравился слушателю, он легко переключается на другую книгу. Это не вызывает никакого негатива. Я послушал, начал слушать, послушал 5-10 минут, не зашло, я переключаюсь дальше. Поэтому, с одной стороны, мы даем слушателю возможность слушать все, что угодно, все, что существует сегодня на российском рынке. С другой стороны, мы упрощаем автору доступ к площадке. Мы проверяем на соответствие российскому законодательству, то есть, соответствие законодательству и отсутствие рекламных интеграций. И ты можешь всегда попасть на площадку и найти своего слушателя. Ваш грандиозный труд по русской истории, он, конечно, сейчас, наверное, востребован. Я, во всем случае, с удовольствием читаю каждый том, не всегда с вами согласен. Но вы предприняли это путешествие, потому что вам было важно разобраться в судьбе страны, что-то для себя понять. Вот каковы были ваши ожидания, когда вы начинали этот труд? Или у вас была некая уже концепция, которую вам хотелось просто изложить? Нет, у меня был совершенно личный, насущный интерес. Это произошло во время вот этих самых массовых протестов 11-12 года, которые я поддерживал и в которых я участвовал. И у меня после этого возникло ощущение, что что-то было сделано не так. Что я чего-то не понимаю в собственной стране, в устройстве собственного государства. И что мне нужно в этом разобраться, что те объяснения, которые я имею из своего исторического чтения, из своего исторического образования, мне ничего про мою страну толком не объясняют или объясняют неправильно. И никакой концепции у меня не было. Мне хотелось вернуться к самому началу, к самым истокам российского государства и пройти весь этот путь, придерживаясь одного единственного критерия. Попытаться понять, что там правда или, скорее всего, правда, а что позднейшая мифологизация, которой в нашей историографии ужасно много. И я просто руководствовался вот этим. И у меня концепция понимания начала образовываться только где-то на третьем томе. Когда история дошла уже до 15 века, и я вдруг начал узнавать российское государство. Потому что там Киевская Русь или период феодальной раздробленности – это очень далеко от современной России. Это вот какие-то совсем дальние родственники. То российское государство, в котором мы живем сегодня, появилось во второй половине 15 века. Это мне сейчас абсолютно ясно. Я его узнаю по всем приметам. Вот фундамент как тогда заложен, так он до сих пор и стоит. И как только я попал в эту эпоху, я начал понимать природу российского государства и его, что ли, анатомию, его архитектуру, что в нем возможно, что в нем невозможно, что с ним делать можно, что с ним делать нельзя. И от Тома к Тому это понимание у меня, что ли, ну, оформлялось все яснее. Я знаю, что вы не очень любите Петра, и ваша симпатия на стороне Екатерины. Вы говорите про преимущественно мягкой силы. Они действительно два таких антипода, хотя вроде бы Екатерина продолжает политику Петра, но очевидно делает это совершенно по-другому и обращает совершенно на другие вещи внимания. Тем не менее, если внимательно читать и ваши труды, и другие исторические сочинения, посвященные этим персонажам, мы видим, как в какой-то момент этих героев русской истории охватывает некое разочарование. Либо к концу жизни, либо, может быть, раньше. Вы недавно закончили том про Александра Первого. Мы все знаем, что он просто впал в рот депрессии в какой-то момент. Почему это происходит? Почему эти люди, обладающие огромной властью, огромной энергией, возможности изменить все, как они хотят, в какой-то момент испытывают это разочарование и уходят в себя или начинают злиться, раздражаться на окружающих? К Петру Великому это, допустим, не относится. Он был вполне гипердинамичный, маниакального типа человек, который ни в чем не разочаровался и, по-моему, никогда, особенно ни в чем не сомневался. У него просто не было до этого времени. Это был человек, по-моему, без рефлексии, безо всяких. Что же касается, значит, вот Романовых, начиная с Екатерины, то здесь очень интересное явление. Каждый из этих людей желал своей стране добра. Это мне абсолютно точно. Понятно. Даже те из них, допустим, которые мне не симпатичны, они все хотели как лучше. И вообще вот все видные государственные деятели там 19 века, принадлежащие к либеральному лагерю, к которому принадлежу я, или к противоположному лагерю государственническому, я сейчас, когда я читаю документы, когда я смотрю, что с ними происходило, я вижу, что там негодяев и подлецов не было на этом уровне. Это все люди, в общем, ну, за исключением каких-то царедворцев, которые делали то, что от них хочет государь, это были люди убежденные. Убежденные в своей правоте, и более того, у каждого из них были для этого свои основания. И разочарование, которое постигало, что ли, правителей либерального толка, оно мне сейчас очень понятно. Потому что каждый из этих людей, начиная с Екатерины, руководствовался какими-то прекрасными, значит, этими самыми свободолюбимыми идеями. Когда он сталкивался с реальностью вот той страны, которой он правил, он немедленно начинал видеть, как эту страну приводит в шатание и в разброд. Она начинает шататься и разваливаться. И правитель этого пугался и шарахался в противоположную сторону. Вот. Эта причина, почему вот эти попытки реформ все время спотыкались и отказывались назад, мне сейчас понятно. Они совершенно те же, как то, что произошло на наших глазах в 1990-е годы. Причина та же. Происходит 1991 год. К власти приходят демократы. Они начинают говорить все, что не запрещено, все, что разрешено. Берите себе столько свободы, сколько вы хотите. И люди начинают ее брать, и государство начинает разваливаться. И государство начинает разваливаться. И потом появляется, значит, это льется кровь. Люди пугаются. Приходит новый правитель, какой-нибудь Путин, который по своим первоначальным взглядам вовсе не был, так сказать, диктатором. И начинает срочно все эти свои скрепы, вертикали и все такое прочее восстанавливать. Это происходит в российской истории ни в первый, ни во второй, ни в третий раз. Для этого есть объективные причины, которые, как мне кажется, сейчас я понимаю гораздо лучше, чем раньше. Дело в том, что вот это огромное государство, а оно огромное уже с Ивана III, с XV века, а потом оно становилось все больше и больше и больше, до такой степени разноукладное и до такой степени большое, что удерживать его вместе можно лишь двумя способами. или, так сказать, насильно, карая немедленно за любые проявления, управляя им очень жестко и вертикально из одной точки, из столицы, где бы она ни находилась, в Петербурге, в Москве, неважно, из одной точки, не давая никаких степеней свободы вот этим самым отдаленным областям. Или надо ею управлять, потому что все хотят состоять в этом клубе, потому что им это выгодно и потому что им это нравится. Вот по второму способу никто в России никогда управлять не пробовал. Он абсолютно не освоен. Это террор инкогнито. Вот тип государства, тип федерации, в которой все живут вместе, потому что им это нравится, вот такой России мы никогда не видели. Ее надо еще строить, а надо ее придумывать. Гораздо проще создавать вот эту жесткую вертикальную пирамиду, посылать войска к тем, кто хочет отделиться и удерживать всех насильно. А если ты начинаешь удерживать всех насильно, это система, в которой не может быть ни демократии, ни правового государства, ни в конечном итоге свободной прессы. Это очень жесткая, так сказать, логика. Или туда, или сюда. Ну, получается, что мы находимся в таком вечном историческом тупике, да? Любые попытки эту систему как-то реформировать приводят к ее ослаблению, и, соответственно, происходит откат назад опять к вот этому государству, как вы называете, ордынского типа. Есть ли какой-то способ или путь, да, все-таки выйти на другую, может быть, более гуманную модель государственности? Конечно, конечно. Мы живем в 21 веке, когда жесткая сила перестает быть эффективной. Она не дает системе развиваться. Смотрите, вот эта вот нынешняя жесткая Россия, вертикальная, да, которая превратилась в полицейское государство, она не конкурентоспособна. Ни в экономическом смысле, ни в технологическом смысле, ни с точки зрения это сказать, прошу прощения за термин человеческого капитала, да, у людей нет возможности развиваться, происходит утечка мозгов и так далее. Это путь тупиковый. Для того, чтобы Россия начала развиваться, ее надо перестраивать с фундамента. Не так, как это делали, я не знаю, при Александре Втором, не так, как это делали, там, не знаю, временное правительство, у которого, правда, и времени для этого не было, не так, как это происходило в 90-е годы. Россия должна быть вместе, да, потому что всем частям этой страны хочется быть вместе. Это значит, что Москва, нужно отказываться от москвоцентризма. Это должна быть настоящая федерация. Люди, которые живут там в Владивостоке, или на Урале, или в Якутии, должны сами определять, как они живут. Они должны сами решать, да, свои вот эти самые проблемы. Это первое. Пускай они живут по своим, так сказать, это должны быть такие Соединенные Штаты России, где 90% решений принимаются на месте. Второй вопрос. Зачем этим штатам жить вместе? Здесь должен появиться некий смысл, да. Это значит, что Российская Федерация должна представлять собой некий общий национальный проект, который всем участникам интересен. Который всех их держит вместе. Там должны быть общие программы федеральные, которые будут не под силу, допустим, каждой отдельной вот этой части. Вот это то, о чем, на мой взгляд, сегодня нужно говорить, то, что надо обсуждать. Это то, к чему надо готовиться. Потому что если там завтра, или через год, или через 10 лет это полицейское государство рухнет, а оно рухнет в конечном итоге, то... А вот эта проблема концептуальная не будет решена, придут к власти новые демократические лидеры, которые столкнутся с той же самой проблемой и окажутся перед тем же самым выбором. Им придется или уходить, потому что они недостаточно сильны, или им придется отказываться от демократии и восстанавливать снова вот эту самую орденскую систему вертикаль. Вы возглавляете, наверное, крупнейшую библиотеку мира или одну из крупнейших. Вы не чувствуете, что времена для библиотек изменились? Что сегодня, в цифровую эпоху, читатель, пользователь ждет более удобной подачи контента, чем работа с каталожными ящиками и сидение в читальном зале. Как вы себя чувствуете в этой новой реальности? Давайте немножко поговорим о цифрах. Сколько книг было напечатано всего наименований, если можно так сказать, за историю книгопечатания? Очень много исследований на эту тему. На эту тему цифра около 120-140 миллионов. Я уверен, что большая часть этого величайшего наследия, этого величайшего знания этого нет в интернете. Другое дело, что библиотекам нужно научиться искать свое место в этой бескрайней цифровой сети. Но попытка, мы очень часто это слышим, почему нельзя оцифровать весь фонд Ленинки, сделать его доступным через интернет. Это очень сложная история. Есть очень простая механическая причина. У нас очень большой участок оцифровки, один из крупнейших в нашей стране, а может быть и в мире. Но если мы продолжим такими же темпами, нам потребуется всего лишь 2000 лет, чтобы цифровать фонд Ленинки. То есть, примерно история цивилизации. Примерно история цивилизации. Помимо того, что вы возглавляете Российскую государственную библиотеку, вы также входите в совет по нацпроекту о создании электронной библиотеки и также курируете вопросы развития локальных библиотек, региональных библиотек в России. Не могли бы вы сказать о этой вашей работе? Как вы видите, будущее библиотек может быть менее крупных, чем Российская государственная библиотека? Национальный проект предусматривает, если хотите, модернизацию, не самое точное слово, модернизацию около 700 библиотек в ближайшие несколько лет. Очень большая честь для Ленинки заниматься этим проектом. Я искренне считаю, что важно показать, что небольшие сельские, поселковые, муниципальные библиотеки могут быть очень успешными. Все, что для этого нужно, это небольшое внимание власти. Нужно позаботиться о том, что помещение выглядит современным образом. Нужно позаботиться о том, что в библиотеке поступают новые книги, новые фонды. Персонал библиотек повышает свою квалификацию, как бы это ни звучало скучно, и умеет организовывать интересные события вокруг книг, вокруг событий, которые важны для местного сообщества. Мы понимаем, что библиотека во многих небольших поселениях это единственный центр культуры. И видим, как люди ценят эту заботу. У наших коллег из регионов даже появился такой замечательный термин, он мне очень нравится, счастливая усталость. Потому что очень многие не могут закрыть библиотеку вовремя, потому что люди хотят получить книги, люди хотят попасть на замечательные мероприятия. Это очень интересно. Но ведь сейчас развиваются такие форматы, как аудиокниги, даже целые аудиосериалы, есть электронные библиотеки. Неужели они не конкурируют с книгами? Конечно, эта конкуренция очень заметна, но все-таки мы видим, что есть очень устойчивый спрос не только на онлайн, но и в оффлайн, на живое общение. Чаще всего библиотеки расположены в центрах городов или поселений, и очень часто людям просто необходимо живое общение. Кроме того, не будем забывать, что книги кажутся только очень доступными, но ведь это достаточно дорого становится в последнее время, поэтому для жителей небольших городов, поселков, сел, библиотека часто становится очень важной точкой доступа к книгам, потому что иначе купить очень сложно. Мы понимаем, что книги могут стоить и тысячу, и полторы, и две, и это очень большая проблема. Вы упомянули, что понадобится несколько тысяч лет для того, чтобы оцифровать все сокровища Ленинки, но все-таки что вы делаете для того, чтобы привлечь аудиторию, которая привыкла получать информацию в более комфортных условиях? Когда я еще занимался научными исследованиями в 90-е, мне очень не хватало разных сервисов, которые помогли бы мне просто сэкономить свое исследовательское время, пока я что-то делаю, кто-то мне помогает с ксерокопированием, сканированием каких-то документов. Вы что-то делаете для того, чтобы работа исследователя, ученого, возможно, просто человека, интересующегося тем или иным вопросом, была комфортнее сегодня? Конечно, абсолютно с вами согласен, что все-таки в современный мир у нас очень большой цепь ноты, не хватает времени. Если раньше, помните, были библиотечные дни или даже специальные поездки в библиотеки, в другие города, потому что именно там были нужны для нас документы, книги, то, конечно, мы сейчас должны сделать эту работу более комфортной. Два основных направления наших усилий. Первое направление, вы уже упомянули об этом, национальная электронная библиотека, и, кстати, там есть замечательный раздел, книжные памятники, около 8 тысяч особенно ценных книг, особенно ценных документов, добавляются в этот раздел в очень высоком разрешении. Мы все сделали для того, чтобы исследователям было удобно работать с этими документами. И второе направление, как ни странно, мы это осознали в период пандемии, когда был такой период, что библиотека была закрыта для читателей, но наши сотрудники были на рабочих местах. Так называемая удаленная доставка документов, когда читатель мог заказать книгу через электронный каталог, а дальше эта книга попадала не на привычную нам кафедру выдачи, а на сканирование и разрешенный законодательством фрагмент книги мог быть доставлен... Это же очень небольшой фрагмент. Иногда этого достаточно для исследований. Чаще всего вы же пользуетесь определенной главой или несколькими главами книг, и для работы бывает этого достаточно. Очень важно сохранить эту очень тонкую экосистему взаимоотношений издателей, библиотек, авторов, читателей. Все-таки и авторы, и издатели должны получать определенную выгоду от того, что кто-то пользуется этой книгой или документом. Основная функция, основная роль библиотеки будущего, я думаю, что это навигатор в области доверенных, проверенных источников информации. Основной вызов нашего времени радикальный рост количества источников информации, не всегда они проверены, не всегда они вызывают доверие, если хотите. А вот библиотеки очень долго отрабатывали свои ключевые компетенции, и они лежат в области отбора, систематизации, каталогизации. Думаю, что это может быть востребовано в нашем перегруженном совершенно странном потоке информации мире. Я думаю, что будущее. То есть это станет фильтром и навигатором, да? Это станет фильтром и навигатором, в том числе и в цифровом мире. Вадим, расскажите об этих сокровищах. Что это? Это всего лишь очень небольшая часть всех сокровищ Ленинги. Это житие Сербия, Радонежского и Никона. Эта книга была напечатана в московском печатном дворе, если не ошибаюсь, это середина 17 века. Кликтория Форбс — это бизнес, поэтому нужно поговорить немножко о цифрах. Тираж этой книги был удивительно большой, около 1200 экземпляров, и ведь это середина 17 века. Тираж сопоставим с тем, что происходит сейчас. Мы знаем, что средний тираж книги в нашей стране около 5000, поэтому абсолютно удивительная история, и это ведь было очень дорого. Очень многое связано еще и с распространением. До сих пор можно найти абсолютно уникальные записи о том, кто был владельцем экземпляров этой книги. Около 50 экземпляров были подписными, то есть их распространяли по великим семьям, и до сих пор можно найти эти следы. Очень удивительно. А вы не знаете, кому принадлежал этот экземпляр? Этот экземпляр абсолютно особенный. Он принадлежал... В то время уже появилась необходимость и в корректорах, и в редакторах, то есть необходимо было заботиться о качестве, как говорите вы, издатели контента. Этот экземпляр принадлежал такому... Назывался он «Справщик». Это замечательная должность, и звали его Симон Азарий. Это корректор-справщик. Корректор-справщик. Ну, неплохо платили корректорам, судя по всему. Эта книга полностью отреставлена. Вот как она выглядела до реставрации. Помимо того, что Ленинка является хранителем этих сокровищ, мы, конечно, должны позаботиться о том, чтобы они достались в хорошем состоянии будущим поколениям, поэтому реставрация, консервация — это очень важная функция библиотеки, особенно такой, как наша. Очень интересная история этой книги, напечатана в Венеции в начале XVI века, и видите, в каком состоянии дошла до нас. Но это русский, это кириллиц. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И Венеция в то время была достаточно известным центром книгопечатания, и очень много внимания уделялось. Возможно, это были какие-то предтечи современных исследований аудитории, потому что в Венеции в то время были большие диаспоры, и диаспоры греческие, и диаспоры славянских стран, поэтому очевидно, что это был отклик на запрос аудитории. Соответственно, да, на такую книгу очевидно, около стажа в отдых нужно было. Но вот на польшформатную библию 200. Ну, это вот та, которая лежала на престолах в церквях. И тем не менее, вы видите, в каком состоянии все это доходит до нас. Абсолютно фантастическое качество. Кстати, в предыдущей книге, то, что мы с вами смотрели, это бумага. Бумага, привезенная из Голландии, и вы видите, в каком состоянии она здесь находится. То есть бумагу, как и тогда, покупали с границей. Как и сейчас. Ну, сейчас, наверное, не всю бумагу покупали. Много. Много. Но вот для глянцевых журналов все. Да? Эта бумага, действительно, наша? К сожалению, у нас нет такого качества. А газетная бумага? Газетная наша. Потому что мы знаем, что Иван Федоров попал сначала во Львов, потом... Посмотрите, пожалуйста. И видим уже, какое качество, видим, какая бумага. Она тоже расписана была. Она тоже расписана. Есть еще уникальная особенность этой книги. Вот. Судя по всему, это то же самое оформление, что было и в «Московском апостоле». Судя по всему, так как это все-таки гравюра, то она была, наверное, как-то вывезена, как-то покинула нашу страну вместе с Иваном Федоровым, потому что использовали еще и дальше. Совершенно ренессансное оформление. Да, наверное, так. Я думаю, что вам, как историку, есть много что сказать об этом. Ну, поразительно. Всегда, конечно, к первым книгам, напечатанным восточной Европе, интересно прикасаться. Очень интересно. Начиная с «Франциско Скалины». Это очень, конечно, красивая история. Вы, наверное, доведете вашу историю в конечном итоге до Путина. Как вы представляете себе его правление вот с высоты такого исторического обобщения? Я не доведу свою историю до Путина. Я свою историю закончил в 1917 году. Просто потому, что я не смогу описывать события 20 века беспристрастно и объективно, безэмоционально. Я просто это чувствую. И кроме того, у меня такое ощущение, что мои читатели и не готовы к тому, чтобы читать какое-то объективистское суждение о, допустим, о Сталине. С одной стороны, с другой стороны. Это просто будет выглядеть сейчас... Ну, это просто будет красная тряпка какая-то. У меня, наверное, впрочем, не получится. У меня так и не получится. А не получится, к нечему пытаться. Но ведь все равно, как вы описывали ваш путь к истории, все равно же нас всех завораживает действительно сходство между государством 15 века и государством 21 века. Как это происходит с нами? Неужели вам не интересно пытаться найти ответ на этот вопрос? Ну, а что тут? Тут, по-моему, более или менее понятно. Мы сейчас, по моему счету, живем в российском государстве номер 6, которое, так сказать, образовалось в 1991 году с распадом Советской империи. И если все пойдет как дальше, то это будет государство вне длинной жизни и закончится, ну, очередным, так сказать, делением Российской Федерации на какие-то еще более мелкие части. Потому что, когда говорят, что это государство держится на Владимире Путине, это правда. Это правда. Они его создали, такое государство, которое держится вот на одном этом самом винте. И как только этот винт лопнет, ни на чем больше оно не держится. Кроме силовиков, а это чрезвычайно ненадежная опора. Так что, вероятнее всего, если произойдет чудо, значит, это какой-то промежуточный этап распада империи. Давайте о чем более легком поговорим. Фондорин вернется? Думаю, что нет. В романах я о нем писать не буду. И, может быть, он будет появляться в каких-то других формах. Может быть, пьесу напишу или какой-нибудь что-нибудь вот такое. Но эти романы я уже отжил. Они и так тянулись дольше, чем следовало. Я помню, как-то наш с вами разговор очень любопытный достаточно давно про психологический возраст у человека, у которого он всегда свой. Что там есть люди, которые себя чувствуют на 25 лет и всю жизнь. Другие, так сказать, всю жизнь 60. И вот я так понимаю, когда писатель строит некий мир свой, ему интересно подвергнуть своего героя разным испытаниям. И увидеть его в разных ситуациях. Это, наверное, самое приятное и интересное занятие, когда ты конструируешь чужую жизнь как свою и смотришь на нее со стороны. То есть, у вас нет такого желания увидеть Фондорина в 78? Анатолий, нет. Но старость, вообще не старость, а старение меня очень интересует. Это совершенно не изученная, так сказать, человеческой цивилизации страна. Я это понимаю сейчас очень хорошо. То есть, когда-то люди понимали этот возраст гораздо лучше, чем сейчас. Но, начиная, пожалуй, с романтической эпохи, мы все живем под очарованием молодости. Все хотят молодиться. Все боятся стариться. Все боятся морщин. Что, вообще-то, в принципе, приводит к трагедиям. Потому что правильно прожитая жизнь это жизнь, которая с каждым возрастом становится лучше. Это не гора. Это не движение сначала вверх, а потом вниз. Это вот засада, в которую попадать не нужно. Но никто нас не учит стареть. Никто нас не учит как бы извлекать пользу и удовольствие из этой поры жизни. Вот. И меня очень интересует эта тема. В том числе в моем нынешнем возрасте уже есть вполне личных. Впрочем, все, что я пишу, руководствуется какими-то личными соображениями и интересами. Вот. Я хочу понять, как правильно стареть. Вот. И если это пойму, я своим читателям постараюсь об этом рассказать. Обещаю. Так что все будут с большим удовольствием и нетерпением ждать 85-летнего возраста. Но что самое важное вы приобрели с годами? Очень многое. Я себя в какой-то момент приучил не концентрироваться не на том, что ты теряешь, а на том, что ты приобретаешь. И если ты живешь осмысленно, да, ты понимаешь, что все время ты становишься богаче. То, что там мои года, мое богатство, это вот расходовая фраза, она очень правильная. Если человек свою жизнь не растрачивает, а если он ее накапливает, да, опыт, мысли, чувства бережет как драгоценность там друзей и тех хороших людей, с которыми жизнь его свела. Я, глядываясь на свою уже довольно длинную жизнь, не хочу вернуться ни в какую из ее моментов. мне это неинтересно. Мне интересно то, что будет впереди, и я хочу, чтобы так было дальше. Из приобретений я лучше стал понимать жизнь, я лучше стал понимать себя. Вот, я думаю, что я стал сдержаннее и умнее в оценке людей. Вот, и еще очень важное приобретение ты, начиная с определенного возраста, начинаешь избавляться от страхов, от разнообразных страхов, которые всю жизнь тебя мучили. Да, вдруг оказывается, что это совсем не так уж страшно, это дает ощущение освобождения. Я начал это замечать лет с 50. ездить. Ваш главный страх, от которого вы избавились? Ну, главный страх у человека обычно это страх смерти, да, и чем старше ты становишься, тем менее он ощутим. Я думаю, что мы все общались в детстве или когда со старыми бабушками и дедушками поразительные вещи, никто из них не боялся смерти, вы вспомните. Да, это вот что-то такое, что происходит естественным образом и дает освобождение, потом меньше становится претенциозности. Вот. Много всяких вещей, которые я обнаружил и которые, я надеюсь, еще обнаружил. Но я, честно говоря, думал, что вы скажете не про страх смерти, а про страх потерять лицо, да, так важный для японской культуры, этот страх имеется в вашей жизни? Конечно. Конечно. Речь идет не о лице. Лицо – это то, что видят другие. Речь идет о самоуважении. Этот вот страх сделать что-то такое, от чего ты перестанешь себя уважать, это очень сильный страх, конечно. Конечно, безусловно. Вот. Там не надо смотреть особенно на то, как тебя оценивают другие, потому что людям свойственно ошибаться, не понимать какие-то вещи. Кажется, если видеть собственно, но сам себя ты не обманешь. С собой надо быть честным. С собой надо быть честным. и да, вот от этого никуда не денешься. Это такая вот что-ли вещь, что-ли конфуцианская. Но вы не скучаете по Москве, которая посвящена столько страниц ваших книг, по людям здесь, что в принципе все люди, с которыми вы дружите, остаются. Ну, во-первых, не все, многие уже уехали. По тем, которые остались в Москве, я, конечно, скучаю. Я люблю Москву, я скучаю по Москве, но, как говорили еще откижанта советских времен, я больше думаю не о том, чего я лишился, а о том, от чего я избавился. И вы избавились? Я избавился вот от этого. Я избавился от вот этого ощущения униженности, от того, что ты находишься внутри ситуации, в которой управляют какие-то воры в законе. Я не хочу оказываться на территории, где жизнь людей зависит от них. И если бы у меня была другая профессия, мне некуда было бы деваться. А поскольку писатель, эта профессия одинокая, я могу так сказать ей заниматься где угодно, ну вот, значит, это мое привилегие. Что вы сейчас читаете? Я читаю сейчас только всякого рода документы, мемуары и письма, касающиеся эпохи Александра Третьего, потому что я о нем сейчас пишу. То есть, а все остальные тома уже готовы? Или это какой-то другой проект? Я сейчас делаю том номер восемь, который посвящен очень интересной эпохе Александра Второго и Александра Третьего. Вот именно тому самому, о чем мы вначале говорили. Реформы, а затем контрреформы. И объективная необходимость и тех, и других. А также, так сказать, меня очень интересует логика и мотивация людей с обеих сторон, потому что мне приходится сейчас пересмотреть многие свои предубеждения против исторических персонажей. В прошлом томе мне пришлось переменить свое мнение о графе Уварове, авторе знаменитой триады, православие, сободержавие, народность. Сейчас я должен по-другому смотреть на графа Дмитрия Толстого, знаменитого реакционера, на Победоносцева. Это не значит, что изменилось мое отношение к представлению по поводу того, что такое хорошо и что такое плохо для государства и для человека. Нет. Мои либеральные, что называется, воззрения не изменились. Я по-прежнему считаю, что параметр оценки государства это тот спектр возможностей, которые они представляют человеку, чтобы он прожил свою жизнь, а не ту, что ему навязывает государство, общество и так далее. То есть это заведомо либеральная точка зрения, которая исходит из того, что не государство существует для человека, то есть не человек существует для государства, а государство обслуживает человека для того, чтобы ему хорошо жилось. Хорошо жилось значит осмысленно, с развитием, а не как животным. Это у меня не изменилось, но я очень хорошо понимаю все сейчас опасения и резоны так называемых реакционеров. но вы не полагаете, что там ваше отношение к тому же Путину может измениться, отношение как историка, что когда ты начинаешь приглядываться к тому или иному историческому персонажу, вживаешься в него, ты в какой-то момент принимаешь его внутреннюю логику, логику его поступков и он выглядит уже не таким не функцией, а живым человеком, который тоже подвержен влиянию обстоятельств. Вы не полагаете, что ваш взгляд потом и на советских и нынешних российских правителей может измениться? Мне логика Путина, я думаю, вполне понятна. Я совершенно не склонен его демонизировать. Я его рассматриваю как жертву обстоятельств. Другое дело, что в 21 веке, в отличие от 19, когда погоду делает мягкая сила, можно было бы быть гораздо умнее и дальновиднее. и понимать, что такую страну как Россия, если начать ее удерживать вместе силовым кулаком, ничего хорошего сейчас точно не получится. И 19 веке не получалось. А сейчас просто Россия вылетит из обоймы важных стран окончательно. Вот. И, ну, не умеет, не понимает. Это мне все понятно. Я вполне допускаю, что когда этот режим рухнет, а он рухнет, потому что режим, который не меняется в результате выборов, так или иначе, все равно ему наступает конец, значит, насильственным образом. Я боюсь, что настанут еще более, так сказать, мутные времена, и через какое-то время начнут вспоминать, вот при Путине-то было, как после революции вспоминали про царя Николаю. Про царя Николая. До революции, иначе как Николашка, его не называли, а потом говорили, вот при царе-то хорошо было. Это показатель болезни, это показатель нездоровья государства. Очень хотелось бы, чтобы вот этого не произошло. Дай Бог, Григорий Шалович, спасибо вам огромное за интервью. Надеюсь, надеюсь, что порадуете нас новыми романами в самое ближайшее время. Большое спасибо, будьте здоровы. Спасибо, всего хорошего, до свидания. Счастливо. 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 Счастливо.